Нижегородская чайка В молодежной хоккейной лиге В ней наш земляк выступает с прошлого года Любовь к хоккею юноше привил папа В 4 года привел его к саровским тренерам Которым спортсмен благодарен до сих пор Здесь делал я первые свои шаги И когда я вспоминаю Когда здесь была высшая хоккейная лига Я это все прекрасно помню Как на всех матчах был Все смотрел И что-то потихонечку брал И вставлял свою игру И до этого тоже дало свои плоды Финальный матч чайки выиграли у омских ястребов Со счетом 4-2 Для нижегородской команды Этот кубок Харламова уже второй Однако в саров его привезли впервые Это очень большое для меня достижение Как и для всей команды Для всего Нижнего Особенно для моего родного Сарова Потому что здесь знаю Очень много людей за меня переживало Волновались, смотрели Много людей писал Желали удачи И чтобы все только получилось Это для всех занимательное событие Которое не передать словами И через камеру Это не передать эти эмоции Все желающие смогли сфотографироваться с трофеем Взять автограф и задать вопросы хоккеисту Антон подписал трехсторонний контракт С Нижегородским Торпедо В предстоящем сезоне Саровчанину нужно будет упорно тренироваться И доказывать свое место в команде В период летних каникул Центр внешкольной работы Реализует ежегодный проект Дворовая практика Во дворах аниматоры играют с детьми Проводят викторины, мастер-классы И спортивные мероприятия Собрать как можно больше макаронин Выдут шарик из одного стаканчика в другой Попасть в цель бумажным самолетиком Собрать пирамиду Эти и другие веселые конкурсы Прошли на дворовой площадке Молодежка По улице Казамазова, 10 Ребята из клубов «Восход» и «Мечта» Разделились на две команды Участникам предстояло выполнить задание На ловкость, быстрее своих соперников В итоге победила дружба И все ребята получили сладкие подарки Турнир «Не игры» прошел в рамках летнего проекта Дворовая практика Все было очень классно Понравилось то, что каждый поучаствовал Все смогли что-то поделать Командами Научились более-менее слаженно работать В общем, все очень круто Каждый день ходим к клубу «Мечты» На нашей площадке Мне понравилось, что всем было весело Все поучаствовали Больше всего запомнились конкурсы Когда я макаронину на макаронину одевала Во что играете? Там догонялки, прятки, вышибалы И все такое Волейбол К реализации дворовой практики Центр внешкольной работы готовился основательно Студенты, аниматоры и педагоги Обсуждали современные и актуальные события Знакомились с молодежными трендами Разрабатывали бренды и названия Каждой площадки Проект проходит на трех площадках города Силкино-20, Московская-25 и Казамазово-10 По традиции проект предоставляет Хорошую возможность подзаработать подросткам В летний период Аниматорами во дворах работают ребята от 14 лет Валерия Забродина уже во второй раз Воспользовалась такой возможностью И с удовольствием организовывает Летний досуг для ребятишек Общается больше с детьми То есть, если ребенок хочет поиграть во что-то иное То, ну, баскетбол, там, бенбинтон, уна То аниматор его развлекает И также общается, если что-то случилось То он его спрашивает, у тебя что-то болит, нет И может там оказать первую помощь Во дворах каждый день проходят мастер-классы, турниры, викторины, игры и спортивные состязания Все площадки работают с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов Расписание мероприятий можно посмотреть на информационных стендах дворовых площадок Без возрастных ограничений В Сарове развивается проект «Спорт в каждый двор» В рамках которого на нескольких локациях города Инструкторы Центра внешкольной работы и молодежного центра Проводят бесплатные занятия под открытым небом По-настоящему бодро начинается утро для жителей на улице Силкина Под зажигательную музыку инструктор Екатерина Депутатова Проводит тренировку с фитнес-резинками Они дают дополнительную нагрузку для мышц Поэтому занятие будет еще эффективнее Такие встречи тренеры Центра внешкольной работы и молодежного центра Проводят регулярно в рамках программы «Спорт в каждый двор» Ее задача – приобщить жителей города к здоровому образу жизни Это способствует, конечно, укреплению здоровья Это самая актуальная и понятная вещь Ну и люди с какими-то проблемами Даже после операции приходят и восстанавливают себя на данных занятиях То есть на площадке, как вы видите, у нас есть тренажеры Самые такие элементарные Плюсом у нас есть рядом прекрасная площадка, на которой дети играют Волейбол, футбол Ну и занятия с резинками, занятия с гантелями Прийти на тренировки может любой желающий без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки Такие занятия под открытым небом – отличная возможность абсолютно бесплатно привести тело в форму и улучшить состояние здоровья Я занимаюсь недавно Мне очень нравятся эти тренировки Потому что каждое утро они меня бодрят на весь день Заряжают меня полностью энергией И самое главное – они дают мне понять, что в этой жизни нужно что-то пробовать новое А не зацикливаться на чем-то одном Около полгода уже хожу на эти тренировки Я еще также хожу на фитнес И очень хороший есть момент, что также я по утрам могу приходить на улицу заниматься, дышать свежим воздухом Это подкрепляет мое здоровье Вот, и поднимает настроение на весь день Инструктор ждет всех желающих на спортивной игровой площадке на улице Силкино, дом 20, по понедельникам и средам с 9 до 12 часов Посещать тренировки можно будет до наступления осенних холодов Как привести свое тело в форму, чтобы уверенно чувствовать себя на пляже Для этого нужно составить четкую программу питания и тренировок Физическая активность нормализует вес и укрепляет мышцы и нервную систему На пути к здоровому и красивому телу вам помогут тренеры клуба Артфитнес Летом, сидя на работе, многие уже грезят о долгожданном отпуске на море Девушки примеряют новые купальники и задаются вопросом Как подготовить тело к пляжному сезону? Тренер клуба Артфитнес Олег Майоров говорит, что сбросить вес или привести себя в тонус быстро не получится Это длительный процесс, на который нужно закладывать как минимум полгода В это время нужно разработать план питания и программу тренировок Ни в коем случае нельзя истязать себя за несколько недель до отпуска Так вы можете серьезно подорвать свое здоровье Первые тренировки они не объемные, поэтому это минут 40-50 Тут главное наладить определенный режим И первое время, когда ко мне приходят какие-то новенькие люди Я стараюсь ставить цели И цель невысока Просто поставить три тренировки в неделю Делать это режимно А уже потом по целям разбирать и создавать новые цели Самое главное в тренировках – регулярность Если вы ставите себе цель сбросить лишний вес, то тренироваться лучше натощак Чтобы организм брал энергию из-под кожного жира А в питании надо создать дефицит калорий над расходами И без подсчета БЖУ – белков, жиров, углеводов – в этом случае не обойтись И для похудения, и для поддержания здоровья и тонуса Добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, белка Не менее важную роль в этом процессе играет хороший 7-8-часовой сон По питанию, конечно, больше овощей, больше белка Первые приемы – это углеводные идут Рис, кашки Тоже в небольших объемах С определенным интервалом, с хорошим сном И с постоянностью по тренировкам Вы обречены на успех Сладкое, мучное, жирное, фастфуд Иногда так хочется съесть что-то неполезное Тренер советует, что есть можно все Но в небольших количествах и не слишком часто А если вы чувствуете, что переборщили с неправильным питанием То идите в спортзал и поработайте там дольше обычного Если цели похудеть у вас нет, но вы хотите поддерживать тело в форме и хорошем тонусе То вам также необходима регулярная физическая активность Тренировочный объемный процесс всегда провоцирует выработку гормонов Когда мы создаем определенный объем работы Наш организм начинает просить Дай мне вот этот гормончик, дай мне вот этот гормончик Наш метаболизм увеличивается И наше тело начинает работать в другом темпе Когда этот процесс налаживается Тебе автоматически начинает тело тонизироваться И ты начинаешь лучше себя чувствовать И твой тело начинает тебя радовать Физическая активность нужна каждый день Поэтому свободные дни без тренировок Можно посвятить ходьбе в умеренном темпе Или заняться бытовыми делами Главное не лениться И ввести активность в привычку Чтобы получить квалифицированную помощь Не надо серфить на просторах интернета Приходите в арт-фитнес Тренеры клуба – профессиональные спортсмены С большим опытом работы Для вас подберут индивидуальную программу тренировок Составят план питания Помогут с постановкой целей В фитнес-клубе большое количество Разнообразных тренажеров на все группы мышц Позаботьтесь о своей физической форме Вместе с арт-фитнес Улица Лесная, 39